Как же быстро выучить английский язык? Я Лора, муж Витя, русский, американский, и праг, и дети, которые русский-американский. А как вы думаете, на кого вы похожи, на маму или на папу? Инпуль, саламир, кипикат, диграндюр, пикатик, пикатик, лев лакею и пусть он ва. Говорят, что американский штат Калифорния очень похож на наш Краснодарский край. Такой же теплый, такой же яркий и такие же вкусные блюда там готовят. Об этом нам расскажет наша гостья. Мы послушаем видео Лоры Пиккенс, которая переехала в Краснодар, вышла замуж, родила здесь детей и основала свою студию английского языка. Всем здравствуйте! С вами я, психолог Эльбира Емельенчикова. И сегодня мы с Марией Гердеевой, спортивным психологом, продолжаем рассказ о кухне, о кросс-культурных браках и о том, как же удивить мужчину. Действительно ли в Америке тоже можно найти путь к сердцу мужчины через вкусный обед? Мария, здравствуйте! Добрый день, Эльбира! Ну что, сегодня мы продолжаем готовить нас и собирать потрясающие лапиро франце из закусок различных стран мира. И как вы уже упомянули, сегодня у нас будет американская закуска. Американская закуска из колец луковых. Это луковые кольца, да. На вид как будто кольца кальмара. Я никогда, например, не пробовала, но я думаю, что это вкусно. Что для этого нам потребуется? Ну, луковые кольца мы купили уже готовые в заморозке, потому что их самих делать в панировочке немножко сложно и долго. А у нас именно лапиро это то, что на быструю руку французские хозяйки делают, собирают, чтобы уже спокойно сесть со своими гостями и попивать игристое вино. Но мы приготовим с вами соус к этим луковым кольцам. Соус будет на основе сметаны. Так, сметанка. В него мы добавим для вкуса лимонного сока, чеснока и петрушки. И получится у нас такой сливочно-чесночный соус, который потрясающе сочетается с луковыми кольцами. И я вам обещаю, что в виде закуски это первое, что у вас улетит. Давайте начинать. Мы берем половинку лимона. Выжимаем сок. Выжимаем сок, да. Ну так, не слишком много, чтобы просто добавить кислинку, но не переусердствовать. Перемешиваем. Все очень просто на самом деле. Добавляем чесночка и петрушечки. Здорово. Прям хочется перемешать, да? Да, мы перемешиваем. Было бы здорово оставить его чуть-чуть постоять, чтобы аромат сушеной петрушки и сушеного чеснока раскрылся и пропитал наш соус. Давайте пока он настаивается, мы с вами поговорим. Поговорим, конечно. Вот интересно, да, когда наши девушки переезжают жить замуж за рубеж, а вот девушка-американка переехала в Россию. Вот каково ей было, да, интересно, как она адаптировалась к нашей культуре. И наверняка она тоже готовит что-то интересное своему русскому мужу. Возможно, и такие же кольца, а может быть и бургеры. Как вы вообще думаете, что сложнее, да, девушке адаптироваться или все-таки мужчине принять иностранку? Ну, если мы говорим о гендерных различиях или о различиях переезда в разные страны, насколько я знаю, как психолог, безусловно, психика женщины, она более гибкая, более выносливая, более адаптивная. И вообще эволюционно женщина... Легче приспосабливается, да? Да, да. У нее больше шансов эволюции выжить, чем у мужчины. Но, тем не менее, например, мой супруг, он переехал в Россию уже в зрелом возрасте, а в зрелом возрасте еще сложнее привыкать к новым каким-то и знаниям языку, и культурным нормам. Я знаю тоже много иностранцев здесь, и итальянцев, и французов, которые в Краснодаре живут, и вообще, в принципе, в России. У разных людей процесс адаптации происходит по-разному, но, тем не менее, у всех он прошел достаточно успешно. И они смогли найти, на самом деле, те крючочки, скажем так, которые им нравятся в России, или в нашей культуре, или в менталитете, за которые они зацепились, и смотрели, скажем так, только на эту солнечную сторону этого бытия в России, и не старались зацикливаться на каких-то сложных и негативных моментах, которые, безусловно, есть. Только так, мне кажется, мы можем проходить сложные стрессовые ситуации, как вы, как психотерапевт. Да, я тоже заметила, что есть некие тенденции, когда мы со своими клиентами разбираем на психологическом приеме их генограмму. Это зашифрованная такая схематичная система, в которой показано, кто когда родился, как был переезд, или когда какие-то конфликтные ситуации. То есть в этой системе, в генограмме можно отследить все, и ресурсы семьи, и, если, допустим, кто-то разошелся, мы все это учитываем и смотрим. И есть такие семьи, у которых уже в родовой программе есть переезд, то есть уже есть этот ресурс умения адаптироваться к новому коллективу, к новой среде, к новой стране. И мы смотрим, когда генограмму, да, вот мы смотрели, недавно девушка приходила, у нее постоянные переезды, ее бабушки и дедушки переезжали, ее родители переезжали, и теперь она спокойно переехала, потому что она говорит, в моей семейной системе это является ресурсом. Мы это могли делать, я это сейчас тоже с легкостью могу себе позволить сделать. И вот когда нам Наталья, да, рассказывала Масье о том, что ее муж переехал, и его родственники, его прародители тоже были выходцами из России и эмигрировали во Францию, и он хотел найти русскую жену, он ее искал и, наконец-таки, нашел, и они вот счастливы сейчас. И как же вот у вашей знакомой американки получилось адаптироваться в Краснодаре? Ну, об этом она расскажет нам в своем видео, мы с удовольствием его послушаем, и будем рады ответить на все ваши вопросы. Я хочу разговаривать с вами о нашей отношении. Я хочу сказать, как мы знакомиться, или более важное, когда мы знакомиться. У меня был 30, у него был 31. Я думаю, мы считаем, в Мирико это правильное время для встречи с нашим мужем. А я считаю, здесь Россия часто думает, это пора встречи с мужем, но начинается думать о таких жизнях, как сразу после школы или университета. Школы сразу в семье. В Мирико мы считаем это слишком рано, потому что, когда у тебя есть 20 лет, ты еще молодой, у тебя есть много энергии, хотите гулять, хочет танцует, хочет делать много, весело. И это сложно делать, когда у тебя есть семья. И когда у тебя есть семья, ты сожалеешь время, когда негуялый. Значит, мы считаем, в Мирико, 20, 25, то 30, это пора растут твои карьеры, это найти друзья, это любить себя и делать что весело. И потом, когда у тебя 30, ты готов быть спокойной. А я считаю, да, себя это было правдно, потому что я знаю, как я была, когда у меня было 20, я была не готова быть мамой. А сейчас у меня 42, у меня дети, которые 8 и 7. Я вообще спокойная, я умная, мудрая, я знаю, как разговаривать с детьми, я знаю, как не пить эмоциональный. И у меня много опыта, я могу дать моим детям. А если у меня было 30 лет, я не могла дать такой опыт, который у меня нет. Значит, здесь большая разница. 30, это хорошее время найти муж. Муж и я, у нас есть вообще разные праздники. Например, у нас был пасар недавно. А здесь в России пасар, это не одинаковое время, как у нас есть истер в Америке. Они немножко разные. И как праздновать, немножко разные тоже. Да, у нас есть яйца, которые мы красим. А что делать? Мы не делаем такой бой, как у вас есть. Но это не только это. Из-за этого мы не можем держать наш праздник в целом, как у нас было, когда мы были маленькие. Или у нас будет праздник каждую неделю, какой-нибудь русский или американский. Значит, это время, когда мы с мужем можем решать, какие традиции мы хотим в нашей семье. Например, у нас был Christmas, Рождество. Ну, как Мерка, в декабрь. Мы делали, мы открывали подарки на этот день. Но когда дети начинали с школы, мы решили праздновать только на Новый год. Открывать подарки. Но мои родители еще открывали подарки на декабрь 25-го. А не седьмой, как у вас есть Рождество. Здесь, в котором нет подарков. Это как смешает все наше праздник вместе. И мы решили делать что лучше для нас. Значит, мои дети, у них будет другой опыт, чем их друзья. Не просто вот это праздник. У каждого праздника мы держим какие-то праздники, которые мы любим. Например, я люблю 4 июля. Это день независимых в Мерке. Неважная история, а важная мне это когда мы готовим наше любимое блюдо. Я люблю блюдо. У всех, которые есть другие культуры, мы показываем это через еда. И да, мне вот этот день, это мое детство, это мой праздник, это мое счастье. Значит, мы готовим одинаковую еду, как мы кушаем в Мерке, как рыбро, который барбекю соус, который сладкий, который русские вообще не любят. А кукуруза, как у вас есть. Но салат, который мы делаем, как один мой клиент очень любит сказать, картофельный салат. Это как оливье без мяса, например. Ну, это ресепт моих родителей. Значит, мы делаем такой праздник. И зачем это делать, уже немножко подорвалось смысл. А просто праздник да праздник. Еще разницы я вижу между Америкой и Россией. В Америке мы долго и давно уже говорили о, называется, эмоциональной грамотности. Что это значит? Мы учили в школе даже, и на телевизор, и через много материалов. Как разговаривать о нашей эмоции, и как разговаривать друг с другом о конфликтах. Значит, все в Мерке знают, мы говорим о предложении, которое я. Я чувство, я хочу, я делаю, а не ты. Ты делал неправильно, а ты делал ошибок. Нет. Правильно говорит о себе. И много, в принципе, все знают, это как правильный разговор. А я не вижу такой грамотности здесь, в России. Это просто тем, которые... Люди, которые хотят знать, знать. А это не для всех. А я считаю, это очень важно учить это именно в школе. Чтобы, когда маленькая, чтобы мы знаем, как решать проблему между друг с другом. Значит, когда у нас есть конфликт между мужчиной и женщиной, у нас уже есть инструменты, мы знаем, как исправить такая ситуация. Я не скажу, что мы не ссоримся. Вообще, люди, они один люди. Там нет разницы. Но как исправить конфликт, я вижу более возможность в Мерке. Насколько раз я вижу между мужем и женщиной, которые вообще не знают, как разговаривать, как говорить о их эмоциях. Или нельзя говорить о эмоциях. Мне... Я еще вижу, будет много лучше здесь, если все знают, как говорить о эмоциях. Когда я знакомилась с мужем, а по-первых, он слышал, это был, конечно, мой акцент. И это было ему интересно. Но, честно, мне понравился его акцент. И до сих пор нам нравится. Я родилась в Сан-Диего, Калифорния. Далеко от здесь. Мой муж родился в Кропоткин, в маленькой деревне. И мы нашли друг друга. А что у нас есть вообще? Один, который у нас есть, это юмор. И это как смешно, как у нас вообще разные истории, и культуры, и язык, и еда, и в семье, и все так далее. Но у нас есть одинаковый юмор. И это был, по-первых, который у нас был. И это еще, который держал нас на наше отношение. А день я вижу здесь Россию. Русские женщины всегда чувствуют, что нужно делать что-то. Не может просто расслабиться. Нужно показывать любовь через жертву. Нужно не кушать, нужно не спать, нужно всегда дать, что они могут. Чистая одежда, готовая еда, принесет детей в школу, помогает в домашних зданиях, гладит одежду до конца дня. И это невозможно просто сказать, я не хочу. И хорошая мать, это которая всегда делает это, которая есть черные глаза, всегда устала. Вот это хорошая мать, это хорошая женщина. Я не считаю так, и американцы не считают так. У всех есть право быть счастливой, и расслабься, и есть выбор, если хотите такая жизнь или нет. Значит, ночью, если я устала, я не кладываю одежду. Это не так важно, как мое здоровье. Если есть не совсем парадок, ничего страшного. Видно, да? Ничего страшного. Важно, что у всех есть комфортная жизнь. А зачем женщина должна всегда быть жертвой на их жизнь, пока дети могут расслабиться? Если они могут, а почему не я тоже? Например, после родов, мерка, женщина может кушать все выгодно. У вас было очень плохое и сложное действие, выделать нужно, нужно сил снова. Значит, если хочешь гамбургер, пицца, все выгодно, пожалуйста, кушай, чувствуй себя лучше. Конечно, мы не даем ничего, как опасно, как алкогол. Ну, у нас нет такой список, как нельзя, как здесь, в России. И у нас тоже нет проблем, как аллергия, как вы считаете, должен быть здесь. Все хорошо. И когда я видела это в роддом, как где-то нельзя, это нельзя, сюда нельзя, я чувствую, как у меня был очень сложный период. Я хочу расслабиться, почему нельзя? И я чувствую снова, что хороший мат, который чувствует бол, когда дают все, которое нужно. А я хотела комфортное. И это была большая разница, наша менталитет. Еще пример. Когда у нас есть вечеринка дома? Не большая, не как праздник, не как день рождения. Просто мы хотим сделать праздник. Обычно мы скажем, принеси один блюдо, принеси алкоголь. Все принесет один, и у всех будет одинаковое требование, и у всех можно расслабиться. Никого не заставит, какая обязательность. Тебе нужно готовить все, тебе нужно это все сделать, чтобы все можно расслабиться. Мы хотим, когда тоже женщина, вот этот дом, тоже расслабься, давай помогать всем, и чтобы всем уже просто веселиться. Ну, я понимаю, женщины здесь горжусь, как они закрывают стол. И это я понимаю, я тоже делаю, когда это когда-нибудь, как праздник, как день рождения. Я хочу подарить мой муж, мой усил. А если это просто вечерник это все, а зачем мне нужно чувствовать, как у всех будет весело, а мне нет? Значит, я тоже расслабся. И я знаю, что русские иногда думают это, что мы леновы. Это не это, это просто мы видим, как все ровны. И еще большая разница в нашей семье. Это было как мои родители, и это как моя семья тоже. Мы не сделаем ничего обязательно нас над друг другом. Я никогда скажу моему мужу, тебе должен это делать. Или он никогда не скажет мне, тебе должен это делать. Потому что у нас нету какая-то власть над друг другом. Мы оцениваем друг друга. Мы благодарны, да, поможем. Мы спросим, муж меня помогает. И обычно мы скажем, да, но это не приказ, это вопрос. Это можно меня, пожалуйста. И когда мы так делаем, мы сделаем более счастливее, чем как злыст, что я должен это делать. Значит, когда мой муж устал, и он хочет расслабиться, я это понимаю, я тоже хочу, значит, я тоже делаю. Но мы тоже любим, когда у нас есть еда и чистая терялка, значит, мы это делаем тоже. Мы взрослые люди, не надо заставить никого делать что-нибудь, которое не надо. И из-за этого у нас нету какая-то большая проблема. Да, да, не все идеально, потому что мы человек, мы устали, мы можем делать все, но я делаю все, которое у меня есть сил и как у мой муж. И я принимаю как он есть, и он принимает меня, как я. Один хороший пункт, что у нас есть разные культуры и разный язык. Мы говорим просто с друг другом. Там никакой заскрытный смысл внутри нашего разговора. Если я скажу мой муж, мне не нравится это, ему не нужно сказать, а что это значит? Это значит, мне не нравится. Там невозможно делать как слой смысл нашего разговора, потому что мы всегда говорим на русском, на английском, на английском, на русском. Я даже не знаю, какой язык, с кем я говорю с мужем. Это микс русский и английский. И там нет возможности сделать закрытым. Мы простые, мы скажем, что мы хотим, мы слышим и мы понимаем. И это делать много проще, чем когда у тебя есть но, а почему ты так это сделал, когда там есть игры с интонацией и словом? У нас никакой проблемы, как это. У меня очень хорошие отношения с мужем. И я понимаю, почему. Мы родились в разных местах в мире, почти полмир. У нас вообще разные истории, культуры. Ну, у нас одинаковые пути в природу. Мы знаем, как мы хотим быть, как родители. Мы знаем, где мы хотим жить. Мы знаем, как мы хотим тратить наше время. И мы знаем, что для нас правда и неправда. Наша моральность одинаковая. Значит, все в этот детал просто сделать вкус жизни. Мой муж любит музыку и он перфекционист, а я как? Я свободная, я делаю, как хочу. Да, это не одинаково, но где важно? А как быть родители, а как быть муж и женщины с друг другом? Мы сто процентов согласны. И из этого у нас есть очень хорошие отношения. Спасибо, что слышала моя история. Снова я, Лора, муж Витя, русский, американский, и праг, и дети, которые русский, американский. Спасибо, что слышали. Очень интересное видео, которое мы сейчас с вами просмотрели. Спасибо Лоре Пикинс, которая так подробно рассказала свою историю. И нам бы хотелось Лору пригласить к нам в студию для того, чтобы с ней поговорить на тему, как же быстро выучить английский. язык. И как вообще выучить иностранный язык? Как вам, Мария, вам, наверное, нелегко пришлось, вы и в Швеции жили, и во Франции, какой язык самый легкий или какой самый сложный? Что можете сказать? Или когда мы уже выучили один иностранный язык, мы можем с легкостью выучить и второй, и третий? Да, все верно. Главное выучить свой первый язык, и когда ты уже начинаешь понимать вот эту систему, скажем так, второй, третий, дальше уже легче. Ну, особенно, если это одна группа языков, например, английский, французский, это романские языки, если я правильно понимаю, ну, у них у всех латинские корни, скажем так, да, там есть много. Много похожих слов, это нетрудно. А что можете сказать про ваших детей? Как они учили язык? Как вы с мужем научили их говорить на двух языках? А возможно, мы пригласим вашу дочку и что-нибудь делать? Да, вы знаете, это тоже очень интересный момент, если мы говорим именно еще не только про детей билинговых, но и про взаимоотношения в кросс-культурном браке, на каком языке будут говорить дети? Чаще всего они билинговые, но чаще всего всегда есть ведущий язык той страны, в которой сейчас живет семья, потому что ребенок ходит в садик, в школу и так далее. И вот этот момент, он тоже, безусловно, важный, потому что, когда один из родителей не может вести коммуникацию с собственным ребенком на своем родном языке, так, чтобы ребенок понимал вот эти все тонкости, нюансы какие-то, эмоциональные и так далее. Это наносит некую даже психологическую травму для взрослого. Поэтому, безусловно, очень важно договариваться изначально, что оба родителя будут учить своему родному языку, и они не будут препятствовать, и будут только в этом поддерживать, чтобы и ребеночку было проще, и он себя идентифицировал и как с одной страной, так и с другой страной, и чтобы у родителей установился настоящий контакт. Это прям очень важно. Давайте пригласим вашу дочку. Здравствуйте, девушка, как вас зовут? Валентина. Очень красивое имя у вас. А как вы думаете, на кого вы похожи, на маму или на папу? На папу. На папу? Да, наверное, скорее всего. А скажи, пожалуйста, Валентина, тебе на каком языке удобнее говорить, на русском или на французском? На французском. На французском? Здорово. Может, что-то скажешь нам? Какую-нибудь красивую фразу? Бонжур. Бонжур. Это, наверное, здравствуйте, да? Да. Аф-э-бар. Аф-э-бар. И сразу до свидания, да? А что можно сказать? Как я тебя люблю, например? Или я хочу поиграть? Жетем. Жетем. А я хочу поиграть с тобой. Жетем. Понятно? Вот даже сложно повторить. А давай какую-нибудь считалочку детскую на французском расскажем? И кто выиграет, тот первый съест луковое колечко. Ты же любишь луковые кольца? Ну давайте кого-нибудь. Un, deux, тро. Да, вот я правильно говорю. Давай, считай. Тогда расскажи. А, Эльвира выиграла. Ухожу, да? Значит, я должна съесть, да? Я представляю тебе это, право, да? Попробуй. И расскажи, какой это вкусно, что похоже. Можно вот соусом, да? Вот так раз. Ммм, вкусно. А кто у вас дома готовит? Мама или папа? Мама готовит? Мне кажется, папа у вас очень вкусно готовит. Готовит мама, но когда готовит папа, это вкуснее. Он же француз. Ну понятно. А ты сама что-нибудь уже готовишь вместе с мамой? Что ты умеешь готовить? Ну что, например? Салаты. Салаты сама умеешь? Ну здорово, замечательно. А когда вырастешь, кем хочешь стать? Такой традиционный вопрос всех взрослых. О чем мечтаешь? Ну, наверное, еще решаешь, да? А как тебе нравится в школе? Нет? Вот это, наверное, да. Тут объединяет всех детей. Не все сейчас довольны школой. А есть у тебя друзья, с кем ты дружишь? Ммм. А что ты можешь пожелать тем детям, которые учат иностранный язык? Как им легче выучить язык? Ммм. Просто, наверное, повторять слова? Ммм. А какое твое самое любимое блюдо? Самое-самое? Шоколад. Шоколад? Вот это да. Шоколадный торт. А, шоколадный торт. Ну, наверное, в следующий раз мы его приготовим. Ну что, давай скажем всем до свидания. Пожелаем хорошего здоровья, да, или каких-то... До свидания. Успехов на французском. Желаю вам успехов. Как можно сказать? Или счастья, здоровья. Я желаю вам счастья. Я желаю вам счастья. Ну, желаю вам счастья. Ну, желаю вам счастья. Желаю счастья. Желаю счастья. Желаю счастья. Желаю счастья. Замечательно. Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо всем, кто смотрел наш канал. С вами была я, психолог, системный семейный терапевт, сертифицированный гипнолог Эльвира Емельянчикова и мои гости, Валентина и Мария Кирдеевы. Счастливые обладательницы французского папа и французского мужа. Будьте счастливы. Всего вам доброго.